Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. Специальный стенд «Арктика. Территория диалога». 15 официальных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом Совете. Ключевые игроки, определяющие стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. Откровенные дискуссии, соглашения и определения векторов развития в изменившихся международных условиях. Если до начала 25-го юбилейного форума у кого-то и были сомнения, смогут ли организаторы достойно сохранить свой международный статус, то с его началом все сомнения развеялись. Общее число участников выросло с 13 до 14 тысяч человек. На нём побывали представители 130 стран, из них 81 государство прислало свои официальные делегации. И это в условиях, когда мировое сообщество вступило в фазу острейшего кризиса. В том числе в Арктике. «Мы не закрываемся от международного сотрудничества и не будем никогда этого делать. Другое дело, что сейчас в Арктическом совете, вы знаете, мы председатели, а остальные семь стран-членов сказали, что они с Россией больше дела иметь не хотят. Ну не хотят не надо. Но география-то от этого а не изменится, а б рано или поздно они сами придут к выводу, что без нас вообще заниматься Арктикой бессмысленно». Со своей дипломатической стороны Николай Корчунов выразил уверенность, что здравомыслие у наших арктических партнеров обязательно возобладает. «Ни одна из стран не заявила о том, что нужно переформатировать Арктический совет, изменить его структуру и создать какую-то параллельную структуру. То есть то положение вещей, которое сейчас имеется, оно носит безусловно временный характер, потому что Арктика – это глобальный, долгоиграющий, долгосрочный фактор, который будет ни десятилетия, ни на сотни лет определять в значительной степени важные элементы государственных политик многих стран в Арктическом регионе». Но при этом Россия, продолжая свою политику многовекторности, заметно разворачивается на восток. Прежде всего в сторону Индии и Китая. Ведь, согласно расчётам некоторых экспертов, к 2040 году до половины мировой экономики будет приходиться именно на эти две страны. «Мы с ними сотрудничаем по самому широкому спектру направлений, начиная от гуманитарных связей, экономики, политических консультаций по арктической тематике, сотрудничества в области науки. И вот это сотрудничество только укрепляется. К тому же и Индия, и Китай являются странами-членами-наблюдателями в рамках Арктического совета и вносят конструктивный вклад в работу Арктического совета». Подтверждением такой конструктивности стало выступление президента Союза китайских предпринимателей в России Джоу Ли Цуня, который отметил, что сегодня Арктика – самая большая территория по запасам ресурсов в мире, но хрупкая и уникальная экосистема, с которой нужно очень бережно обращаться. Поэтому, по мнению китайской стороны, потенциал Арктики лучше всего реализовывать в условиях сотрудничества, а не соперничества. Со своей стороны Индия тоже нацелена на последовательное освоение Арктики и Северного морского пути. «53% всего арктического побережья принадлежит России. Уже сейчас эта прибрежная линия свободна ото льда на протяжении трёх месяцев в году. Индия заинтересована в том, чтобы инвестировать в энергетический сектор. А когда индийские инвестиции придут в Российскую Арктику, индийским судам потребуется осуществлять навигацию в арктических водах. Нам будет непросто привыкнуть к особенностям плавания в Арктике, но мы бы хотели этому научиться. Также нам следовало бы строить соответствующие суда ледового класса. Я не говорю, что это уже планируется, но это именно то, что нам имеет смысл делать. Нам следует подумать о создании собственного ледокольного флота. Соответственно, когда у нас появятся инвестиции в Арктике, мы сможем извлечь максимальную выгоду и полноценную экономическую отдачу именно благодаря использованию Северного морского пути». Вообще связь Индии и Арктики может показаться экзотической только на первый взгляд. Климат высоких широт напрямую влияет на образование муссонов, а значит и всю жизнь в этой стране. А если напомнить, что за последнее время индийцы добились впечатляющих успехов в области программного обеспечения, фармацевтики, медицины, строительства портовой инфраструктуры и обеспечения торгового судоходства, то их притязания на Арктику выглядят вполне обоснованными. Тем более, что заниматься научным изучением этого сурового ледового края можно только сообща. «Работать в Арктике очень сложно и тяжело, и только совместно мы можем сконцентрировать необходимые ресурсы финансовые, инфраструктурные, людские, технологические, научные. Ни один институт в мире не обладает этими всеми составляющими. Я думаю, ни одна страна не в состоянии выполнить те задачи глобального исследования в Арктике, которые сейчас стоят». Именно поэтому, несмотря на обострение международных отношений, российские ученые приглашают своих коллег принять участие в проекте ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», которая выйдет в свой первый рейс уже этой осенью. И, к счастью, у наших северных соседей есть много людей с незашоренным сознанием. «Например, в столице Осло сложилась более враждебная атмосфера. Там больше склонны воспринимать аргументацию НАТО. Но на севере Норвегии, где больше связей и сотрудничества с Россией, где отношения с Россией лучше, где люди еще помнят Вторую мировую войну, когда русские освободили Северную Норвегию, позитива намного больше. В университетской и профессиональной среде у нас все еще много людей, которые хотели бы улучшения отношений с Россией». Но, по мнению норвежского профессора, неизбежность нормализации отношений с нашей страной предопределена, поскольку режим санкций не имеет того эффекта, на который рассчитывали и его инициаторы. «В прошлом использование санкций позволяло ослабить ту сторону, против которой они были направлены. Но теперь, как мы видим, санкции просто дали возможность крупному российскому бизнесу переориентироваться с Запада на азиатское направление. И это заставляет европейские страны переосмыслить свои подходы, отойти от использования Арктики в качестве инструмента для великодержавной политики и вернуться к прежней модели отношений с Россией. Арктика не должна быть ареной соперничества великих держав». Таким образом, здесь, на форуме, Россия в очередной раз напомнила всему миру, что об Арктике можно и нужно говорить только с позиции диалога. Тем более, что в этом мы находим полную поддержку у наших давних партнёров и друзей. «Мы относимся к Российской Федерации с глубочайшим уважением. Наша дружба имеет очень давнюю историю. В течение многих лет Россия является нам очень хорошим другом. Взаимная симпатия между нашими народами проверена временем. Можно сколь угодно долго рассуждать о политике момента, но связи между нашими странами очень прочны, и я убеждён, что такими они и останутся. Я в этом абсолютно уверен». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok